Усе на вакцинацию. Для керуючего склада усех медустанов в области организовали один и день вакцинования. Вакцину уживают двух типов – от гриппу и ковид-19. За процессом умоцевания иммунитету назирала Ирина Дребушевская и расскажа подробя с ней. Вольга Фролова – головный санитарный урач Гомельского района. Учарде на вакцину женщина улику первых. Репортеры ж учекания эксклюзива. Ведущий медработник выросла уколоть одразу две. Сюда против ковида, а сюда против гриппа. На самом деле вариант комбо – не такая уж и редкость, ломашут медики. Если не масса противопоказаний, то почему бы не. Сегодня разрешено вакцинироваться одновременно двумя вакцинами, как против гриппа, так и против ковида. И я решила воспользоваться данной возможностью. Поэтому ничего страшного, пожалуйста, вакцинируйтесь. Черга у процедурный кабинет тем часом становится больше. Медработники, як в ядома, знаходятся у зони ризыки, потому прищепляются стопроцентным складом. Вакцины с упрять гриппу и ковида пациентам пропонуют уже смело, або проверено на собе. Привился против гриппа очередной раз подряд в течение уже четвертого года. И я вам скажу, что я и не заболевал гриппами, простудными заболеваниями. Поэтому призываю всех прививаться, потому что профилактическое направление – это гораздо дешевле, чем потом заработать болезнь и лечить ее. Это дорого. Вакцинование проводят в осенью совсем не выпадково. Новый эпидемиологичный сезон не за горами. Медики констатуют, что уровень захворывания уже почау расти. У нас регистрируется незначительный подъем заболеваемости инфекцией COVID-19. Актуальность эпидемиологической ситуации сохраняется. И она будет сохраняться у нас, я так думаю, уже всегда. Так же, как и гриппа. Поэтому я пришел сюда вакцинироваться, бустерную провести вакцинацию себе от COVID-19 с инфекцией. Также на сегодняшний день мы находимся в режиме ожидания по подъему заболеваемости гриппом. Тоже каждый год я вакцинируюсь от гриппа. Не помню уже, когда я им болел. Вакцина в область поступила. Используется основная вакцинация, которой большинство населения будет привито. Это российская вакцина. Также будет использоваться французская и Нидерланды. Процесс вакцинации в Украине зараз у активной фазе. И не только с род медработников. Але есть и те, кто по раннейшему улику тих, кто устремался. В опытные медики заполнивают это совсем дарма и приводят исторические аргументы. Прививочная профилактика – это самый эффективный. Потому что многие болезни, тяжелейшие болезни, побеждены только за счет вакцинации. Натуральная оспа – это явственная болезнь, которая уносила миллионы жизней. Ее нет, она побеждена исключительно с помощью вакцинации. Полиомиелит – это калечащее заболевание, которое детей тысячами приводило к инвалидности. Сейчас полиомиелита нет, потому что вакцинация есть. Вакцинирование – это основной метод профилактики для инфекционных заболеваний. Снижает риск возникновения заболеваний, распространения среди общества. Это уменьшает количество заболевших, количество осложнений, которые могут быть при любом заболевании, количество смертельных случаев. Поэтому и предложено на сегодняшний день было провести нам всем акцию, для того, чтобы показать своим примером, как мы готовы это сделать. И что это просто, это не сложно абсолютно, но это важный шаг для того, чтобы каждый из нас был здоров. Нескладанная процедура может вырытывать житё и здоровье. Когда есть суперспоказания, вакцинацию варто на час откласть. Тяжкие выпадки захворывания на ковид-инфекцию медики еще означают. По-ранейшему небеспечная заморская зараза и своими наступствами. У таких пациентов часто возникают стромбозы. Но, благодаря сучастной медицине и потребным препаратам, несчастные выпадки можно продыхлить.